Привет, Ютуб! Сегодня расскажу вам про такую облегчающую маме одну из деятельностей тоншения ребенка штуку, называется хипсид. Для начала продемонстрирую, как она. Вот так мы сидим, где ходим. Очень удобно вот сейчас в горах, можно везде подниматься, ходить. Максимальная нагрузка снимается на спину, поясницу. Очень удобно за счет бедер получается и животика. Ребенок может сидеть как впереди, так сбоку. Ей удобно. И я практически легким движением руки поддерживаю малыша. Сзади лошадки. Василиша! Вот так вот у нас, скажи, командует лошадьми, да, Маришка? Ну вот такая удобная штука. Надеюсь, продемонстрировала. Можно посмотреть. Сзади вот рюкзак и вперед за лекарственными травами, за грибочками. Все видим, ходим, смотрим. Сейчас Машуничка идет домой. Так, вот так вот выглядит этот хипсид. Стульчик детский. Без ребенка. Теперь поближе покажите, пожалуйста, как он застегивается. Вот первая застежка открывается. Обращаем внимание на то, что здесь она регулируется. Насколько как бы вы в объемах, под ваш объем талии и бедер можно подогнать. Либо вот так вот, то есть это уменьшить, либо увеличить. Мы советуем? Дальше. Следующий. Открывается вот так, видите, за спиной липучка и снимается. То есть просто получается у нас вот такой вот пояс. Вот. Здесь прослоечка дышащая. Не запотевает, когда летом. Ну, мне, по крайней мере, очень удобно. Желательно не одевает на голое тело, потому что все равно может где-то раздражение быть, поцарапаются футболочки. Липучка регулируется. Здесь есть кармашек. Можете что-то положить с собой, там платочек какой-то, телефон. Эти крепления еще для ремней на плечи. Можно использовать, если ребенок меньше, или вы не хотите его придерживать, то можно, ну, обычно это для малышей поменьше. Вот. То можно вот здесь ремни, я их с собой не брала, поэтому вам не покажу. Вот. Можно прикрепить на плечи и становится гораздо удобней. У вас еще и спинка получается, выравнивается за счет ноши. Вы не придерживаете ребенка, можете ходить. У меня ребенок постарше, поэтому я его просто сажу, не ношу на руках. Очень рекомендую. Вещь очень удобная, очень практичная, очень сильно выручает. Особенно мне нравится тем, что не надо. Рюкзаки для меня, эрго, переноски я пользовалась. Для меня это слишком, пока застегнешь, пока оденешь, ложишь. Даже приноровившись, здесь она постоянно на мне. Ребенок захотел на ручки, я его посадила. Дети, которые вообще любят, как у меня малая, она слишком любит повисеть на мне. Я прошла с немножко ножками, посадила. И ей не стесняет, она сопротивляется против всяких ремешков. Удобно. И дальше сняла, опять идешь. Ты идешь, она тебе не мешает. В общем, штука очень удобная, хипсид. Спасибо всем, кто ее придумал. Всем рекомендую, покупайте. Стирается очень чисто. Ой, очень быстро и эффективно. Покупайте. Пусть будет материнство в радость. Слава Богу, в современном мире придумали столько для мам, что, ну, как бы грех уже не быть мамой, не рожать деток. Так что радуйтесь жизни. Любите своих детей, свою семью. Всего хорошего. Пока. По поводу хипсида еще маленькое замечание. Значит, ношение в хипсиде, возможно, ребенка до 3 лет. От 6 месяцев до 36 месяцев. По талии это от 60 до 110 сантиметров. Сами понимаете, это приличная мама, может быть, и очень худенькая. То есть это абсолютно нормально. И он, чем еще плюс, он абсолютно равномерно распределяет нагрузку. Вот абсолютно. На талию, на бедра. Вот, и поэтому на позвоночник нагрузка идет минимальная. Но я на себе прочувствовала, потому что с поясницей у меня уже есть проблемы. И болит. Не могу носить. Поясница болит. Есть как бы, ну, такое уже. Не будем углубляться, что есть. А это второй. Дальше. Вот хотела еще показать. Инструкция есть в любом хипсиде. Здесь разные методы ношения. Я же говорю, на бедре, на животе. Вот можно увеличить то, что я говорила, с ремнями, которые я не пользуюсь. Потому что ребенок уже постарше, и мне нет такой необходимости. Можно носить даже на спине. На спине удобно тем, что... Но надо пристегивать ремешком, потому что сзади вы придерживать не будете. Либо ребенок, если ему 3 года, он, например, как мой средний, он садится и сам за вас держится. Тоже очень удобно. Удобно, в первую очередь, ребенку. Потому что так, если вы носите сзади, вам приходится его подерживать пальто, а так он сам сидит и держится. Это особенно для деток, которых здесь на плечиках боятся высоты, а на спинке спокойно. У папы, у мамы милое дело. То есть, вообще, штука очень удобная и для родителей, которые любят ходить, много ходить, где-то побродить, там, где ребенку тяжело, и он не пройдет. Это такое. По поводу стирки еще забыла сказать. Подушка сама, твердая сидушка, вынимается. Вот, и стирается уже, ну, не в кипятке, конечно, а мыльным раствором. Потерли, оно быстро все оттирается, пятнышки, и можете дальше пользоваться. Все. Всего хорошего. Пока.